Работы в Пермском крае с федеральными министрами, с институтами развития. Тот образ, который, образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Ну вот, он же в длительной, находится поездке, прилетел из-за океана, джетлет, так называемый, смена часовых поясов. В принципе, вот я даже, когда летаю, выбиваю это из колеи. Нет, он всё-таки выглядит бодрым. Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, чуть больше часа. Он полностью о материале. Время от времени заглядывал там в свои записи. Мы все так делаем. И вот тот образ, который рисует, он даже может немножко расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечем. Байден, он профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас. Но это было совершенно для меня очевидно. То, что он там чего-то путает иногда. Но у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама всё время путает чего-то. Это ведь не от того, что у неё образование не позволяет, и память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом своё внимание. Ну, а американцы считают, что ничего нет важнее, кроме них самих. И вот такой стиль. Так что здесь нет ничего необычного. А повторю ещё раз, он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно это. Это сразу чувствуется. Поэтому, да, но при этом обстановка была достаточно доброжелательной, и, как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам. Они во многом очень расходятся. Мы зафиксировали, в чём расходятся эти позиции. Но в то же время определили и те направления, или те точки, в которых мы можем говорить о возможном в будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединённых Штатов абсолютный приоритет и интерес. Я хочу сказать большое спасибо и спикерам, и экспертам. Ну и, собственно говоря... Спасибо.